да кто это там ё-моё о привет привет миль заходи я думаю кто долбится это только-только квартиру сдали заходи можешь куртку сюда кинуть это у нас кстати пуфик от boka room ты уже знаешь опытная проходить в гости заходи сюда смотри это огромная квартира 160 квадратных метров с лабиринтами из шкафов пойдем в гостиную сначала гостиная у нас большая с большим таким диваном от минуте это очень крутой итальянский бренд они практически единственные кто вот сейчас остались еще с хорошим качеством потому что итальянские бренды теперь стали очень сильно занижать качество чтобы себестоимость влезть вот минуте один из тех кто остался крутым попробуй присядь мягко да не супер мягко но средненько 3 сзади тебя находится светильник из трехлитровых банок это флосс как думаешь сколько такой светильник стоит может быть 1200 270 тысяч рублей а потрогай вот эту штору гусиная лапка да мусина лапка ой мягкие да очень очень мягкая вообще все наши шторы электросистемы шторные карнизные нам делает винтек очень крутые ребята вот это вот прям шторы я не знаю я от нее отлипнуть не могу реально а вот там смотри у нас это огромная кухня кухню мы проектировали полностью на заказ по нашим эскизом и посмотри как сделано тут стол до 100 перетекает в кухню и посмотри на ножку стола это просто произведение искусства посмотри какой он здесь он тоненький переходит там вон труба и вот это все все на заказ очень круто сделаны просто сумасшедших а вот этот светильник это крутейший светильник созвездие называется это делает компания центр свет российская этот светильник он на заказ все здесь вручную собирается видишь вот эти вот палочки это все электроэлектропроводимые палочки то есть это провода если за несколько палочек возьмешь это тебе долбанет топ не должен но нет тут на самом деле низковольтные диоды поэтому тут ничего не долбанет а радиаторы у нас смотри стоят это трубчатые радиаторы нам поставляет home heat очень крутые радиаторы в любой интерьер вписываются кому нужны такие радиаторы ссылочку внизу поставлю на хом хит они сейчас поставляют пойдем кухню рассмотрим кухня вообще здесь крутая ее мы долго продумывали вот смотри это у нас большой такой красивый остров да но остров обязательно нужно держать в чистоте потому что он же здесь на ну на виду стоит но на кухне же постоянно что у тебя стоит на столешнице кухонной чайник например ты да куда блендер поставить где тут что-ли будет стоять нет же пойдем вон открывай вот . да да дверки мы просто задвигаем это дополнительная столешка здесь можно уже хранить чайник блендер пылесос ну кто если хочет все что может здесь хранить здесь у нас еще внизу открой там здесь морозилка давай обратно закроем и все и вот так вот все чайники блендеры они спрятаны на столешнице у нас стоит прекраснейший смеситель это майки реканта единственный красивый смеситель с двумя пипочками подфильтрованную воду к нему же есть в комплекте тот же цвет вороненой стали мойка и ну и все приборы такие же в цвет это тоже все о майкире и открывай шкаф бах кто живет один не понимает зачем это нужно но здесь у нас два огромных ведра по 32 литра я просто сам уже понял если ты живешь семьей у тебя очень много отходов много упаковки много еды и так далее и это на все всегда складывать здесь мы вот специально запроектировали шкаф немножко вот отодвинули от мойки и поставили сюда два огромных ведра ведра можно даже здесь поставить но тут будет у нас охранение для всяких да а вот там внутри быстрее оранжевая штука стоит это измельчитель отходов вот а здесь у нас что здесь да нет надо постучать помнишь же короче у нас видимо не подключена она ты же помнишь уже было такое по постуку вылезала посудомойка это же миля твоя тезка это большой вообще такой лабиринт потому что у нас было несколько колонн вот эта колонна вот там колонны и нам надо было как-то обыграть колонны поэтому мы сделали три объема вот 1 кубик 2 кубик 3 кубик но это не простые кубики пойдем в них спальня сюда у нас направо дойдем направо и теперь идем наш шоу-рум бокорум наконец-то открылся приходите все в гости у нас очень много крутой мебели есть даже некоторые новые позиции новые диванчики очень крутые фото зоны пойдем сюда какая штука здесь вот это пока не полный обзор это я просто вам показываю приходите в гости смотрите чуть позже я сниму обзор мы находимся в москве метро тульская холодильный переулок 3 дроп 4 это здание находится на рябовской мануфактуре приходите все в гости у нас тут красиво напоим вас вкусным чаёчком и покажем всю нашу мебель это у нас это спальня очень крутая спальня получилась здесь это кроватка от биби италия тоже из такой толстый толстой кожи красивый здесь это вот изголовье каменное изголовье мы сделали сюда специально запроектировали это не настоящий камень это плитка керамогранит с таким вот крутым рисунком нам такой керамогранит поставляет зодиак сейчас вообще большая проблема с крупноформатным керамогранитом вот нам такое делает зодиак если тоже надо кому-то ссылочку могу оставить в описании а попробуй найди здесь шкаф это не шкаф это фальшь панели они сделаны под шкаф как будто бы ну все как у шкафа это такие небольшие профилечки вот сюда п-образные вставляются под них вырезается штроба вставляются профилечки и дальше просто заштукатуривается закрашивается кажется что это шкаф но это не шкаф и мы просто взяли от декорировали etocupoid а шкаф ну-ка попробуй а а шкаф прям вот здесь открывать наверное целой гардерона я наверное это большая гардеробная причем она здесь наверное это было одно из самых сложных что мы делали здесь в квартире это гардеробная ну что она небольшого размера и здесь нет стены то есть вот эта вот дверь она крепится прямо в шкаф поэтому тут приходилось такие делать направляющие чтобы дверь закрепилась и дверь была до потолка очень сложная история была какая классная гардеробные прям как у дорогих производителей у них вот здесь очень тонкая петля вот это видишь она не как обычно петли вот эти страшные большие тоненькая маленькая петля как у полиформов всяких очень крутые гардеробные здесь еще не все подожди вот здесь у нас есть секретная штука это огромный сейф как наш в фильмах показывают этот сейф вообще в этом невозможно взломать он какой-то невероятно крутой супер дорогой и вот эти видишь крутилки были ночью тут свет должен быть мы сейчас просто готовили квартиру буквально через несколько часов заезжают клиенты еще не успели все доделать сейчас потихоньку доделывается все и сейчас выключили розетки по ходу нам все и вот эти вот круглешочки это для часов такая крутилка знаешь чтобы автоподзавод для часов автоподзавод да потому что у часов дорогих которые не на батарейке их нужно постоянно подзаводить если ты их не подзаводишь то каждый раз придется настраивать время сама крутится да ванна здесь я специально оставил приглушенный свет потому что мне кажется ванной нужно оставлять только подсветку вот только подсветку под шкафом подсветку здесь подсветочку там и все и достаточно вообще так приятно сразу да такой приятный свет хороший причем достаточно видишь вот тебе в принципе освещает лицо мне очень спокойно и комфортно здесь все на заказ все вот самолепная тут вот он тоже еще не доделали немножко вот эта дверь должна закрываться она пока не закрывается ее загерметит и она полностью закроется так что не будет видно вообще никакого перехода давай включу свет здесь у нас справа это отдельно стоящая ванна по я всегда мечтала такой ванной отдельно стоящий вот душ обязательно нужен всегда потому что в отдельно стоящий ванна просто мыться невозможно на ней можно просто лежать прикинь сверху был бы душ и вся вода разбрызгивалась бы понимаешь поэтому здесь душ вот находится а вот это смотри сзади тебя по нашим эскизам мы сделали вот такую держалку для полотенец она теплая нет она она кстати не теплая но стена теплая значит не не подогревается но здесь провели подогрев пола сюда на стену поэтому она подогревает вот эти полотенца и 3 как круто сделано это здесь вообще нет никаких креплений не видно ничего там короче грям мы сделали только для этого проекта вот эту вот держалку но я подумал что она настолько круто сделано и мы решили ее сделать теперь доступной всем ее можно будет купить в бока рум она теперь тоже доступна а это смотри душевая но в душевой нет поддона поддон спрятан ровно под плиткой вот под этой и вся водичка стекает между вот этими плашками тоже все в темном но эта полочка ты уже знаешь чья где такую полочку купить я почему всегда говорю там типа блин ссылка в описании тогда вы постоянно все почитать комментарии все постоянно спрашивают что это где это это что за ванна поэтому все ссылочки на все будет внизу в описании вот это вот тоже это полотенцесушитель это уже совсем что-то мы наделали много полотенцесушителей он вот такой вот забором таким большим и здесь можно много полотенец сушить то что если семья большая всегда много полотенец это по-моему термо ссылочку на него тоже оставлю в описании они не переставляются они покрытили вставляются да пойдем дальше куда мы идем дальше мы были в гостиной мы были на кухне спальне а куда мы идем у нас большой лабирин это наверное здесь туалет открывай это постирочная комната да большая здесь у нас тоже пока вот доделал доделки всякие идут тут очень много хлама всякого здесь встает большая гладилка до стиралка на нее встает сушилка а это холодильник а это что такое похоже на холодильник это попробуй откроет это сушильный шкаф в автоматической сушке нельзя сушить все вещи вот например такая кофта она сразу сядет а поэтому их нужно знаешь вот на этой вот раскладной фигне на большой сушить но чтобы ее не ставить мы поставили вот такой вот сушильный шкаф не портит вещи но чуть быстрее их высушивает и не занимает место пойдем дальше налево да прямо пока прямо открываем ли ухты и это еще одна детская но уже для подростка как будто но эту детская она на вырост вот видишь какой столик маленький да то есть это у нас стульчик и столик для двухлетнего малыша но он естественно растет и у него просто стол будет меняться и там поменяется а комната не должна быть супер детской до через пару лет он уже будет взрослым для этих целей у нас есть такая кровать от лагу это кровать трансформер ее можно поднимать опускать с любой стороны сделать себе уют закрыться от всего знаешь такое а вот это уже наша студия про запроектировала да это полочка ее можно менять в высоту ну да просто переставлять да эти палки вытаскиваем место прикольно на ой кстати мы забыли сказать про вот эту штуку это сумасшедший просто какой-то вообще не знаю чё за гениальная штука вы расстегни молнию это шкаф шкаф такой да смотри крутейший шкаф просто берешь расстегиваешь молнию поставил что-то и обратно да и обратно застегиваешь молнию и обратно застегиваешь ура вот застегнул расстегнул но это же вообще гениально скажи очень гениально а шкаф шкаф большой попробует эту шкаф открыть да видишь он какой-то маленький да потому что с той стороны у нас был шкаф другой пойдем туда с той стороны в зале у нас есть шкаф и вот мы его немножко заняли с той стороны мы немножко заняли пространство у соседней комнаты и поставили сюда вот всякие мозги от телевизора там тут можно будет хранить playstation еще что-то такое тут такой большой шкаф со всякими приколами здесь наш шкаф а попробуй ать ать а нет да причем посмотри на этом шкафу мы сделали из-за того что дверка большая она бы не билась с остальными всеми мы сделали здесь тоже такой вот щель чтобы было максимально непонятно что это шкаф не шкаф и вся все стены они такие здесь очень сложная конструкция здесь все это вот это все фасады 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 так чтобы вообще не видно было и дверь вот видишь тоже она скрытая с фасадами видишь тут тонкий фасад приклеен на дверь тоже скрывает саму дверь если бы еще ручки не было вообще бы никто не догадался а здесь у нас внизу это теневой зазор сейчас все пытаются делать без плинтуса поэтому сделал здесь теневой зазор и там тоже у нас где дверь тоже теневой зазор скоро сделаю видео о том как делать теневые зазоры потому что везде же они разные там типа на шкафах одна высота на стене другая высота на двери еще третья высота как это все сводить про подводить как это делать и как вообще делать все без плинтусов я скоро сделаю видео ноут уже готовится на потолке у нас находится трековая система здесь весь свет это трековая система его можно дополнять добавлять а вот здесь смотри у нас есть трек тоже на него ничего не вставлен как думаешь что это такое просто пространство просто так думаешь поставили трек а может быть там что-то вроде кондиционера да это вентиляция оттуда выходит воздух специально сделан так чтобы он был похож на трек это обычная такая щель просто обычно инвестиционные решетки очень страшные ну они такие здесь просто щель треки у нас здесь от центр свету но практически весь свет у нас от центр свет свет это вообще отдельная история вот этим треки например проектировать очень сложно и нигде нету никакой информации как это делать поэтому я сделал мастер-класс по свету как проектировать интерьерный свет треки освещения зоны и так далее все про свет в интерьере я ссылочку внизу тоже оставлю в описании кому надо переходите обучайтесь здесь у нас стоит огроменный телевизор такой телек стоит миллион рублей миллион а сейчас может даже и больше сейчас же непонятный он тоненький и у него крепление очень близко к стене с таким маленьким шедоу гэпом не видно никаких проводов ничего а внизу у нас стоит бока ботти эта полочка вот телевизор специальная она у нас ну ты уже видела да и она для того чтобы спрятать все провода вот у нас видишь стоит soundbar сверху не надо никаких открывающихся частей это все сложно и дорого мы просто отодвигаем полочку подключаем все что нам нужно и задвигаем обратно вот и все здесь у нас есть щель чтобы провода проходили и все никаких проводов ничего не видно все идеально а это что такое это камера да эта камера эта камера 180 тут все видно серьезно сюда помахать вот такая маленькая да супер мелкая камера кстати на нее тоже ссылочку оставлю она очень похожа на светильник но это реально камеры там тоже у нас камера а везде есть камера а вот эта камера которую я держу тебя не смущает да пойдем в другое помещение мы же еще одно помещение не видели я думаю мы посмотрели все вот это да заходи что там такое а там сидят ребята куча народу тут сидит все что-то делают все же думают потому что мы тут одни всегда а тут куча народу это ванная мне почему-то нравится больше всех больше всех а почему что здесь вот эта столешница огромная а вот здесь внутри здесь включается подсветка чтобы быстрее ну это же вообще зеркало мне очень нравится такой большой да и вот этот вот посмотри шкаф какой крутой это шкаф да а где он открывается тоже опять пранк вещей книжка это большая колонна мы просто обшили керамогранитом тут нет стыка это огромный кусок керамогранита без швов посмотри слева справа сверху нигде нет швов такой керамогранит нам тоже зодиак поставляет если кому надо ссылочку оставлю супер крутая текстура под дерево очень классный керамогранит и вот он как-то вот одним объемом вылезает как будто этот срез дерево до какой-то большой там у нас стоит очень тоненькая ванная да здесь во всю длину стоит у нас бокалайн наша полочка чтобы можно было поставить там всякую дребедень вот типа вот такого поставил и она стоит красиво здесь вообще очень интересная штука это не трек это вентиляция на вентиляция здесь дальше смотри сделан весь потолок он как бы парит он не не прижат к стене видишь и переходит туда в диодную подсветочку такую красивую но здесь еще есть одна полосочка лишь маленькая тонкая полосочка это полосочка для крепления шторки сюда она вставляется я вообще на самом деле противник вот этих вот стеклянных дверок не всегда они уместны и не они не всегда нужны вот этот больше ванна использоваться будут там как детская ванна для детей и все-таки шторка стеклянная не очень удобно они может разбить там расхерачить вот это детская ванна да а что по-моему очень крутая ванна я бы с ума сошел если бы мне такая была детская ванна а посмотришь и как сделано круто вот это просто отдельный кайф для меня здесь плитка ровно подходит вот сюда краю ванны так идет просто идеально сделано плитка идеальные углы все максимально и четко подогнанного 3 под ванной например есть у нас теневой зазор тут можно было засунуть туда ногу ближе подойти просто до чтобы ты могла ближе подойти к уже дальше ну то есть тебе чтобы ничего не било по ногам у нас вот кстати еще не все подогнано у нас куда-то потерялись вот эти вот на крышке сейчас ищем где они находятся здесь полочки на полочке много всякого дребедения всякой можно хранить и ванной обязательно шкаф нужно делать не до пола чтобы если вдруг там вода какая-то чтобы она шкаф не размочила круглая раковина очень красивая да скажи причем у нее второе дно есть лишь она просто у раковины с плоским дном есть проблема там всегда вода стоит нужно чтобы было вот такое второе дно тогда водичка уходит она не стоит и грязь не остается здесь потом смотри супер элемент декора где вот рекламная интеграция леруа мерлен тут просто мы буквально только что повесили радиатор один из них тут подтекает их еще не успели там подкрутить и мы вот с тобой снимаем мы буквально вообще ну реально впопыхах мы вчера в час ночи только закончили здесь вообще уборку и расстановку через неделю выйдет видео как мы заканчивали этот объект посмотрите обязательно очень крутое видео если никто не подписан подписывайтесь чтобы не пропустить но и Субтитры сделал DimaTorzok